Продолжение следует... Сегодня с Ирой хотим рассказать о фруктах Юго-Восточной Азии. После последнего посещения рынка в Амлапуре мы с ней купили почти все, что присутствовало на рынке. Сейчас Ира попробует описать, как ей на вкус каждый из этих представленных здесь фруктов. Выбирай любой. Если ты не знаешь название, я тебе это сейчас подскажу. Ну, начнем с красненького. С красным. Красный, пушистый. Что это? Рамбутан. Рамбутан. Его нужно разламывать. Вот такое вот. Внутри оно напоминает форму яйца. Такого прозрачного, медузообразного вида. Сейчас я вам расскажу, как это все будет на вкус. Это сладкое. Внутри, сразу скажу, косточка большая, которая вот этой вот прозрачной... Окружена консистенция. Окружена консистенция, это пообразно, да? Да. Напоминает, может быть, семьяничку такую далекую, смешанную с чем-то. Очень классно и очень вкусно. Не возьмем салфетку для того, чтобы отгладать с этой косточкой и покадать. Рамбутан по внешнему виду не спутаешь ни с каким другим футболом. Он похож на пушистую ежика. Ежика с мягкими колючками. По цвету, рамбутаны, если спелые, они ярко-ярко-красные у них кожица. Дальше переходим. А, переходим. Вот там вот косточка, которая была внутри. Это очень вкусно. Косточка маленькая. Небольшая, да. А теперь... Вот... Вот это мы попробуем. Что это? Это маракуйя. Здесь на Бали ее называют маркиза. Так, будем пробовать маркизу. Я встречал два сорта маркизы. Сейчас не сезон. Сейчас март месяц. Вообще, маракуйя на Бали не очень популярна. Менее популярна, чем в Таиланде. У нас вкус очень вкусный. Божественно. Немного с кислинкой. Тоже такая смесь интересная. Вот так скотковатая. Но она с косточками, как вы видели. Кисло-сладкого вкуса. Больше... Чуть-чуть с оближением. Вот такого вот. Вот здесь на разрезе есть покрупнее. Можно показать именно покрупнее, каким образом она выглядит. Ну, есть ее лучше ложкой. Потому что она течет, она такая... Лучше вычеркнуть ложкой. Если она спелая, она прям течет, вытекает с разрезной половинки. Очень спелая. Вот эти вот косточки напоминают немного недозревшую малину. Можно сказать. Потому что вот косточки как раз такие вот. И она такая кислая, сладкая, как будто бы незрелая малина. Если на наш русский манер сказать. А теперь я вам скажу вот это. Мангустин. Их два здесь у нас лежат. Мангустин. Очень люблю. Мне очень нравится. Вот он как расчищаешь. Здесь есть даже на Балии поселок. Мангис. Названный в честь Мангустина. И там даже памятник. Мангустин по Балийски называется Мангис. И там памятник в этом поселке стоит. Прям в виде мангустина. Напоминает чеснок. Структуру чеснока. С дульками. Сейчас я попробую. Потому что делится на две половинки. Разрезается. А внутри вот какая мягчеобразная. Чеснок и видная. Вот сейчас я съела две дульки. Она очень сладкая такая. Нежная. И ни в одной не было косточки. Как правило в какой-то из них все равно бывает небольшая косточка. Сейчас я попробую. Небольшая косточка остается из всего Мангустина. Очень сладкий. С небольшой кислиночкой. Не могу даже сказать, что напоминает. Может быть киви. Небольшое. Очень сочное киви. Скорее всего. Мне так напомню. Не знаю. О. А теперь возьмем. Вот я не знаю даже, что это. Это в виде вот каких-то вот. Снэйкфрут. Змеиный фрукт. Фрукт. Почему его так называют? Он. Чешуя его, кожица, очень похожа на шкуру змеи. Точно такая же, как у змеи. Чешуечатая основа. Разделяется он. Убирается кожица. Ой, причем тонкая очень. Кожица тонкая. Очень. Реально похожа на кожу змеи. Очень тонкая. И здесь вот есть. А внутри обычно 3-4 доли. Две с косточками. А остальные недоразвитые. Возьмем самую большую. И попробуем. Изумительно. По вкусу он напоминает клубнику. Как в огороде. Такая вкусная-вкусная, когда бывает крупная клубника. Настоящая клубника. Вот косточка уже видно. Только консистенция, она очень жесткая. По консистенции яблоко. Можно сказать, что это яблоко. Но вкус ничем не отличишь от клубники. Очень вкусно. Ну, лучше попробуем посмотреть косточку. Косточка у него жесткая. Но она очень интересная, кстати. Да, бесформенная такая, без огранки. Вообще без всего. Как камень. Камешок. Просто камешок. Замей кокосом. Кокос тоже один из самых популярных лакомств. Если сказать, что здесь плюс 30. Молодой кокос. Холодный. Очень холодный. Очень вкусный. Я даже не знаю, здесь зеленый, может быть? Это авокадо. Это авокадо. Его тоже лучше резать ножом на две половинки. Внутри косточка. Мы попробуем. О, такое мягкое-мягкое. Если мягкое авокадо, значит спелое. Очень мягкое. Его тоже лучше есть ложкой. О, смотрите, какая косточка и шкурка. Мы не будем очищать ничего, да? Мы попробуем сразу же. Попробуем, когда вычеркиваешься мякоть. Мы возьмем сразу. С одной половинки разделены. Напоминает яблоко, можно сказать, перезревшее. Ну, его, оно не сладкое. Не сказать, что оно приторно-сладкое. Просто яблоко. Да, напоминает прям, вот этот вкус напоминает мне очень яблоко. Косточка, конечно, здесь очень большая. Но думаю, лучше. Косточка, как яйцо. В принципе, как мангостин. Если положить рядом, то получается, да. Тоже очень вкусно. Вот я не знаю, что такое желтое. Сейчас, конечно, попробуем. Вот. Что это у нас такое? Это папайя. Папайя, она уже поспела, когда мы ее покупали. Она была зеленая. Буквально два дня полежала. Она внутри сейчас должна быть кораллово-морковным цветом. А, напоминает форму? Тиквы. Форму кабачка. Тыква, тыква. А, кабачок. Тыква, тыква. Свет вот немножко тыквенный. Вот когда мы покупали зеленый, был кабачок. Мы вот так разрежем? Нет. Вот так. Разрезай, да. Вот так лучше. Ну, давайте вот так попробуем. Вперед разрезай. Там внутри очень-очень много семечек. Они так же, как у кабачка в середине. О, как арбуз. На вид напоминает арбуз. Ну, судя по мякоти, она уже созрела. Мы сможем ее попробовать ложечкой, да? Можно ложечкой, можно пшуру почистить. А можно ложечкой тоже вычерпать. Семечки убираются, семечки не едят. Не едят. Ну, сейчас я вам скажу на вкус, что это божественно. Такая нежная, сочная мякоть. Даже если вы видите, когда я была, брала, то прям очень сочно. Очень хорошо в йогурт добавлять папайо. Да, возможно добавлять в йогурт. Но я не знаю, куда добавлять, но я могу прям так есть, без всяких добавок. Ну, что, когда напоминает морковно-яблочное пюре детское, когда в баночке, бывает, оно такое нежное-нежное. Прям вот мне это напоминает. С добавлением персиков. О, яблочное персиковое. Дочно. Яблочное персиковое вкус. Изумительное. Что еще не попробовали? О, у меня еще... Драгонфрут. Укрового персикового. У меня еще... Еще вот интересная шишечка тут лежит. А вот, вы знаете, дайте вот шишечку посмотреть. О, как это не... Сахарное яблоко. Оно рассыпается? Ну, то, что если рассыпается, это уже прям очень-очень спелое. А, и там... Яблоко состоит из много-много долек, частичек. Сверху кожица. Сверху кожица, внутри у каждой тоже мягкость и семечные цепки. Давайте попробуем. То есть, каждую нужно взять, попробовать. Тоже очень сладко. Не зря говорят, что сладкое яблоко. Действительно сладкое яблоко, но... Сахарное присахарное. Яблоко. А вот форма и вот эти косточки, действительно шишка. То есть, и так вот, как будто бы шишка. И косточки, смотрите, какие интересные косточки. Видно, да? Эту косточку. Она как шишка. Ну, вкусно. Очень. Это тоже один из моих любимых фруктов. Нужно оставаться на Бали и кушать эти фрукты. Да, каждое утро. В утро, в обед, в вечер. Давай драгон. Резь. Драгонфрут. Очень много названий у него у этого фрукта. Плод драконового дерева. Питая. Питахая. Кто не знает, драгон растет на кактусовых кустах. Если большинство фруктов растут на деревья, то драгон это реально флот кактуса. Мы когда ездили на водопад, его видели, да? Нет, мы его не видели. А, мы это другой. Былайки. А, да. Да, да, да. Вырежут на четыре части. Я пока пополам разрежу. Неудобно будет есть. Разрежь еще. Нет, я ложечкой пока что возьму. Тоже много. Напоминает, конечно, тоже клубнику. Маленькие семечки. И цвет такой интересный. Сейчас скажу на вкус. Драгонфрут бывает внутри двух цветов. Здесь на Бали часто встречается малиновый. Внутриокрас. У нас в Таиланде мы встречали белой мякоть внутри. У нас очень много ягод и фруктов тоже в России. Но сочетать с чем-то очень сложно. Потому что разнообразие вкусом, описать каким-то одним нашим фруктом, либо яблокой, либо, как говорится, чем-то там груши, невозможно. Очень вкусно, очень вкусно, очень сладко. Вот эти семечки такие интересные. Может быть, это ежевика? По вкусу? Да. Возможно. Вот это ежевика. Может быть, ежевичка с небольшим, как и другой ягодой. Но очень вкусно эта ягода. Эта ягода супер. Цвет мне напоминает свеклы. Но вкус, конечно, далеко не свеклы. А сейчас в жару самое-самое то, это запить все попробованное именно холодненьким кокосинским. Кокосовый, молодой кокосовый. Молоко, правильно сказать? Молоко. Молоко, кокосовый. Но изумительно, потому что здесь жарко, очень жарко, а кокос холодный. И там прям создается очень вкусный контраст. Я думаю, что мы продолжим перед вдвоем все это пробовать, это кушать. А всем? Ну, а наш совет, все, кто путешествует по Азии, обязательно, обязательно кушайте, покупайте фрукты. Потому что таких фруктов в России нет. Каждый из этих фруктов обладает большим количеством полезных веществ, витаминов, микроэлементов. Которые, возможно, мы в России не потребляем в том количестве, которое оно нам нужно. Вкуснятие, ну просто вкуснятие. Все. Райское наслаждение. Всем пока. Ну что ж, друзья, кушайте больше, кушайте чаще, не экономьте на витаминах, посещайте рынки, будь то в Азии, будь то в России. Покупайте фрукты, наслаждайтесь полезными веществами, которые содержатся в этих замечательных продуктах. Желаю вам всего хорошего. До скорых встреч.